Память. Сильнее времени. Именно здесь, в доме Асадулаева, после окончания литературного факультета МГУ, ввел литературный кружок и преподавал на курсах татарского языка гениальный татарский поэт, герой Советского Союза Муса Мустафович Джалиль. Здесь, в доме Асадулаева, называемом тогда Домом Просвещения, встречалась татарская интеллигенция Москвы. Сюда с гастролями приезжали татарские театры из Казани. Здесь приобщали молодежь к национальной культуре, организовывали творческие вечера, концерты и многое другое. Если кровь твоя за родину лилась, ты в народе не умрешь, джигит. Кровь предателя струится в грязь, кровь отважного в сердцах горит. «Умирая, не умрет герой, мужество останется в веках. Имя прославляй свое борьбой, чтоб оно не молкло на устах». Эти стихи Мусы Джалиль оказались пророческими, так как его имя не смолкает на устах последующих поколений и стало символом беззаветной любви к родине, верности воинскому долгу и борьбы до последнего вздоха. После тяжелого ранения в грудь в июне 1942 года Муса Джалиль попал в плен. Узнав о том, что Джалиль – известный татарский поэт, фашисты решили использовать его в целях вербовки пленных представителей народов Поволжья в подразделения вермахта «Легион» и «Дель Урал», созданный для вооруженной борьбы с советской властью. Группа пленных во главе с Гайнаном Курмашевым и Мусой Джалилем приняли решение вести борьбу в тылу врага. Они дали согласие на сотрудничество с вермахтом и под видом организации концертных групп и концертов среди военнопленных начали вести антифашистскую агитацию – подготовку в легионе вооруженного восстания. Группа Курмашева-Джалиля организовывала побеги, распространяла листовки, вела устную агитацию так, что первый же батальон, направленный на фронт, почти весь с оружием в руках, перешел на сторону белорусских партизан. Остальные батальоны также были деморализованы, уходили к партизанам, не вели боевых действий. Таким образом фашистам пришлось отказаться от идеи использования их на передовой. В августе 1943 года подпольная группа была разоблачена. 12 февраля 1944 года имперский суд вынес приговор. 11 человек из 40 за задействие врагу и подрыв военной мощи Германии были приговорены к смертной казни. Это были Гайнан Курмашев, Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гарив Шабаев, Ахмед Симаев, Абдулла Батталов, Зенат Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухаров. Именно они своим бессмертным подвигом предотвратили депортацию поволжских татар. Мы, потомки, не забудем их никогда. Память сильнее времени. Мы были едины, поэтому непобедимы. Продолжение следует... Продолжение следует...